Наше утро ОНТ в начале лучшего дня. Сегодня 23 сентября, старт новой рабочей недели. Обсудим новости и не оставим без внимания важные темы. Одна из таких – это поддержка на деле. К тому уже есть отличный повод об этом поговорить. Президент подписал указ о повышении пенсии. На эти выплаты в октябре текущего года будет направлено порядка 2 миллиардов белорусских рублей. 95 миллионов из них – дополнительные расходы, связанные с указом. О поддержке в разных сферах сегодня поговорим и ваши любимые рубрики тоже не забудем. Держим путь к звездам! Близнецы! Если вы умело организуете рабочее время и отдых, то сможете сделать все, что запланировали. Удачными будут деловые поездки, встречи и покупки. У раков появится желание заняться самосовершенствованием. Постарайтесь излучать доброжелательность и планировать дела таким образом, чтобы воплощались все идеи. Звезды рекомендуют львам забыть о суете и разнообразить свой досуг интересными культурными мероприятиями. Новое знакомство имеет все шансы перерасти в серьезные отношения. Девы! Семейные хлопоты создадут предпосылки для того, чтобы максимально погрузиться в работу. Звезды советуют вам проявлять терпение и прислушиваться к мнению коллег. Весам потребуются новые впечатления, чтобы повысить жизненный тонус и пополнить энергетический запас. Используйте хороший день для планирования активного отдыха. Звезды советуют скорпионам вспомнить хобби и прислушаться к собственным желаниям. Принятое вами решение будет правильным. Подумайте о способах достижения своих целей. Стрельцы! Не упустите продуктивный период, который подходит для деловых встреч и обсуждения насущных проблем. При этом вам не следует забывать о личных интересах. Козероги! Если вы уделите внимание домашним делам и освежите интерьер лаконичными деталями, то значительно улучшите не только личное пространство, но и свое настроение. Сильное перенапряжение на работе может отразиться на состоянии здоровья водолеев. Постарайтесь сегодня восстановить внутреннее равновесие. Не тратьте время на пустые разговоры. Звезды советуют рыбам во всем соблюдать меру и, по возможности, не игнорировать чужое мнение. Используйте благоприятный момент для реализации собственных планов. В нашей стране огромное количество улиц носит имена героев Великой Отечественной войны. Хранить память о них – наш долг. И о самых новых на карте Минска сейчас расскажем. Улица, названная в честь советского партизана Виктора Ливенцева, находится в заводском районе города Минска. В марте 1942 года партизанский отряд Виктора Ильича совместно с местными отрядами освободил от оккупантов Кличевский, Березинский, Кировский и Белынические районы. На освобожденной территории была сформирована партизанская зона. Еще одна из улиц в заводском районе столицы названа в честь короля засад Михаила Мармулева, руководителя партизанского отряда «Буревестник». В первые дни войны он был ранен. Его отправили в госпиталь, где он попал в окружение. С теми, кто мог держать оружие, ушел в леса. Бойцы минировали дороги, нападали на врага внезапно. Таков был метод борьбы мармулевцев. Улица, которая носит имя Евгения Мерковского, командира специального разведывательно-диверсионного отряда «Ходоки», расположена в заводском районе Минска. С марта 1942 года отряд громил врага в тылу. Атаковал неожиданно, наносил максимальный урон и уходил без потерь. Гитлеровцы прозвали группу «Белыми призраками». Со временем «Ходоки» выросли в партизанский отряд имени Держинского, в составе которого было 350 человек. В жилом микрорайоне «Сокол» города Минска одна из улиц названа именем «Гомельчанки» Галины Докутович. С началом войны она добровольцем вступила в ряды Красной армии. Была штурманом 46-го гвардейского таманского авиаполка легких ночных бомбардировщиков, которых называли «ночными ведьмами». В 1943 году она погибла на боевом задании. За два года службы Галина совершила более 130 боевых вылетов. В том же «Соколе» появилась улица, названная в честь Михаила Шатила. Всю войну герой летал на самолете-штурмовике Ил-2. Над белорусской территорией отважный летчик сделал 45 боевых вылетов. Во время одного из них сбил пять вражеских бомбардировщиков. К концу войны на счету Михаила было 120 воздушных боев. Так, Евгений, какое сегодня число? 23 сентября. Нет, сегодня 54 августа, судя по погоде. Так, я понял. В больницу потом обратимся. Да, но на самом-то, кстати, деле. Я не против, чтобы был август трехзначным. Лето в сентябре это ведь прекрасно. Да и вообще, может быть, уже весна наступила хотя бы по погоде. Но важный вопрос. Надолго ли? Добрейшее утро, уважаемые друзья. Ну, я еще немножко дополню, потому что у нас метеорологическое лето началось еще в период с 16 по 18 мая. А значит, уже пошел пятый месяц лета. И, скорее всего, это лето войдет в историю как самое продолжительное. Вот и в ближайшие дни в нашей стороне, по данным Белгидромета, сохранится летняя погода. Средняя температура по-прежнему будет выше климатической нормы. Так, сегодня и завтра ожидается переменная облачность. По-прежнему без дождей. Под утро слабый туман и видимость до километра. Температура воздуха в утренние часы ожидается плюс 3, плюс 9. А вот по северо-востоку возможны и первые осенние заморозки. Ну, а днем так умеренно тепло плюс 17, 24. Ну, хотим мы того или нет, но смена сезонов будет происходить уже во второй половине этой недели. Более подробно расскажу прямо сейчас. Итак, в среду ожидается переменная облачность без осадков. Лишь только по северо-западу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, где пройдут небольшие кратковременные дожди. Под утро слабый туман и видимость до километра. Температура воздухом ночные и утренние часы плюс 4, плюс 9. По югу до плюс 11. Днем ожидается все те же плюс 17, 24 градуса. А начиная с четверга власть погоды возьмут атмосферные фронты с Балтийского моря. И в нашу страну устремятся более влажные, прохладные воздушные массы. Ожидается увеличение облачности. В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Местами слабые туманы и видимость до полукилометра. Ветер западный, серозападный, умеренные временами порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы плюс 5, плюс 10. Днем ожидается плюс 12, 17 градусов. В субботу и воскресенье, а это последние выходные сентября, также без кратковременных дождей не обойдется. Но они будут проходить локально. Где-то густо, где-то пусто. А температура воздуха в нем ожидается плюс 11, 17 градусов. Ну а пока в первую половину недели продолжаем радоваться этому осенне-летнему теплу. На самом деле, это очень прекрасная новость. Но нам важно все-таки понять, снег будет на Новый год или нет? Ну, проще поговорить пока рано, лучше давайте подумаем о том, что скоро придет, возможно, в октябре и бабье лето. Потому что это еще не бабье лето, это просто продолжается лето. Поэтому будем в надежде, что все-таки мы еще порадуемся осеннему теплу. Господи, спасибо большое. У нас есть лето и еще лето и снова лето. Ну, друзья, лето вам! Поддержка на деле. Наш общий дом-земля очень нуждается в помощи. И ежегодная акция «День без автомобиля» – один из способов, в прямом смысле слова, сделать мир чище. А еще привлечь внимание к негативному влиянию автомобильного транспорта на качество воздуха и здоровье человека. Наши корреспонденты вспомнили традиции акции. Я живу не очень далеко. И ежу быстро, люблю быструю езду. Я не слушаю музыку, я еду, наслаждаюсь. Тишина, утро, машин мало, вот эти вот птички поют. А через лес я еду, я вот честно, вот от всей души наслаждаюсь вот этой красотой лесной. Вот зверюшки даже у нас здесь есть. Я еду и прям кайфую от того, что я еду с ветерком. Поддерживает позицию коллеги и Алексей Ивашенко. Ездит на велосипеде с 9 лет. В личном велопарке два байка. Мужчина давно нашел в двухколесном транспорте свои плюсы. Во-первых, в сравнении с автомобилем он не требует заправки каким-либо видом топлива. Во-вторых, это здоровье, тонус. Это сразу с утра зарядка, когда ты едешь на работу или с работы. И вы знаете эту шутку. Много людей мы встречаем грустных в автомобилях, в трамваях, в метро. Но никого грустного на велосипеде. Поэтому выбор очевиден. Самая высокая концентрация оксидов азота и углерода в воздухе столицы в часы пик. С 7 до 9 утра и вечером с 17 до 19. Как раз в то время, когда меньшане едут на работу и домой. Чтобы напомнить о проблеме загрязнения воздуха, раз в год в столице проходит акция «День без автомобиля». Впервые ее провели 22 сентября 2008 года. И с тех пор она подтверждает. Мы можем сделать мир лучше. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в день проведения акции «День без автомобиля» сокращаются от 100 до 200 тонн. С 2016 года в городе Минске в рамках проведения мероприятий проводится эксперимент по замеру основных концентраций загрязняющих веществ в день без автомобиля и в обычный день. Так вот, по результатам этих измерений можно с уверенностью сказать, что выбросы этих концентраций сокращаются на 20-30%. Чтобы у водителей был стимул оставить машину на стоянке, в этот день для них доступен бесплатный проезд в наземном общественном транспорте и метро. Вместо жетона или талона – водительское удостоверение и техпаспорт на авто. Большое количество автолюбителей не упускает возможности воспользоваться правом и бесплатно проехать в метрополитене. В период проведения акции в прошлом году правом бесплатного проезда воспользовались около 12,5 тысяч пассажиров, в 2022 году – более 15 тысяч. Горожан, которые добираются до работы на велосипедах, бесплатно угощают свежими фруктами. В эту пятницу в столице заправляли витаминами в четырех точках. Самое популярное – у входа в ботанический сад. Людей бодрит, да, вот это, витамины, какие-то подарки, мелочи, ну приятно. Во Всемирный день без автомобиля в столице настоящий праздник. Этот год – не исключение. Горожане посещали выставку электротранспорта, учились в вождению электросамоката и езде на моноколесе, участвовали в викторинах, квестах, конкурсах. Кульминацией стал заезд экологически чистых видов транспорта. Человеку нужен человек, а в идеале еще единомышленник. Сегодня всемирная интернет-паутина позволяет быстро найти людей, близких вам по интересам. Некоторые даже объединяются в клубы или общественные объединения. Но что нужно знать, если вы решили зарегистрировать какое-то сообщество? Расскажет адвокат Юлия Куцар. Доброе утро. Доброе утро. Итак, ко мне обратились с вопросом, как же гражданам зарегистрировать свой клуб по интересам. Такого понятия, как клуб по интересам, естественно, в организационно-правовой форме деятельности коммерческих либо некоммерческих организаций нет. Поэтому, если граждане не преследуют цель извлечения прибыли, а преследуют цель какой-то социально значимой, просто объединиться, развиваться вместе, самая популярная форма регистрации – это общественное объединение. Общественное объединение бывают республиканские и местные. Республиканские общественные объединения – там должны быть члены со всех областей и из города Минска. Поэтому они регистрируются реже. Обычно регистрируется местное общественное объединение. Регистрация производится управлением регистрации и лицензирования при Минском городском исполнительном комитете. Необходимо подать документы для регистрации. Для этого надо, первое, определиться с целями деятельности, придумать наименование. Оно должно соответствовать определенным критериям, не должно быть схожим с уже существующими наименованиями. Ну, есть определенные требования еще дополнительно. Сделать устав, провести учредительное собрание, заполнить заявление будущего и определиться с местом нахождения, так называемым юридическим адресом, как это раньше называлось. Собрать пакет документов, обратиться в управление регистрации и лицензирования, обращается обычно будущий председатель, ну или кто-либо там по доверенности. Если услуги оказывает юридическая компания по регистрации, либо адвокат, подать документы, в течение месяца получите ответ, зарегистрировано общественное объединение или нет. Ну, это, опять же, тоже организация, вы должны понимать, что необходимо будет подавать налоговые отчеты, ну и соблюдать требования налогового, трудового и иного законодательства. В общем-то, все вкратце. Спасибо, Юлия. Действительно, очень важная информация. Берем на заметку. Наше утро. Сентябрь. ОНТ. Продолжаем обсуждать тему помощи и поддержки. Я думаю, что следующая новость точно обрадует людей с проблемами зрения. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вместе с учеными изобрел зрительный имплант, позволяющий видеть даже незрячим с рождения людям. По словам разработчиков, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ. Однако в будущем устройство позволит видеть все четко и без помех. Тема здоровья продолжит наш постоянный проект. У меня сердце выпрыгивает из груди. С таким состоянием сталкивались многие из нас. Учащенное сердцебиение или тахикардия может пугать и вызывать беспокойство. И здесь важно разобраться, это сигнал о неполадках со здоровьем или же просто состояние, которое вызвано стрессом и тревогой. Норма частоты сердечных сокращений у взрослого здорового человека 60-80 ударов в минуту. Кстати, чтобы посчитать частоту сердцебиения, нужно приложить указательные средние пальцы одной руки к запястью другой и посчитать частоту пульса в течение 15 секунд, а затем умножить получившееся число на 4. А из-за чего возникает тахикардия и какое обследование важно пройти в этом случае? Частый пульс или тахикардия – это состояние, при котором частота сердечных сокращений составляет 90 ударов в минуту и более. Выделяют сердечные либо интракардиальные и внесердечные причины тахикардии. Среди интракардиальных причин выделяют миокардиты, врождённые и приобретённые пороки сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, кардиосклероз, инфаркт миокарда. Если к нам обратился пациент с тахикардией, в первую очередь необходимо выполнить электрокардиограмму. Также мы направляем пациента на общеклинические исследования, биохимический анализ крови, гормональный анализ крови, выполняем ему УЗИ сердца и отправляем на суточное мониторирование электрокардиограммы. Если тахикардия не проходит в течение 15-20 минут, особенно на фоне приема антиритмических препаратов, а ещё появляется сильная головная боль, ощущение онемения конечностей, нужно немедленно вызвать скорую помощь. А чем тахикардия опасна для головного мозга? Из-за нерегулярного или учащённого сердцебиения может возникать кислородное голодание головного мозга, нарушается кровоснажение головного мозга, человек может упасть в обморок. Также нарушаются реологические свойства крови, возникает склонность к тромообразованию, а это в свою очередь может привести к острому нарушению мозгового кровообращения. Также очень опасное осложнение – это кардиогенный шок, когда в сочетании с тахикардией резко понижается артериальное давление до критических цифр. Человек может потерять сознание, либо даже впасть в кому. Для профилактики учащённого сердцебиения рекомендую приём магния. Также важно ограничить или совсем исключить употребление продуктов, содержащих кофеин. Но всё только после консультации со своим лечащим врачом. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ. Сон о гладиолусах сулит достижение поставленных целей и удачу в делах. Сон, в котором приснились луковицы гладиолусов, предупреждает о скором принятии серьёзного решения. Приснившийся букет из гладиолусов предвещает перемены, запланированные ещё несколько лет назад. Красные гладиолусы в сновидении – хороший знак для тех, кто ожидает материального достатка. И помните, каким бы ни был ваш сон, главное не проспите утро. Это наше утро, и мы продолжаем эфир. Сегодня мы посвятили его теме поддержки. Как неоднократно говорил глава государства, многие проблемы можно и нужно решать на местах. Насколько эффективна у нас налажена работа с обращениями граждан, узнаем в следующем материале. Дома на улице Асаналиева никогда в образцовых не ходили. С постройками 80-х годов то и дело случались коллапсы. Буквально пару лет назад всё кардинально изменилось. Неравнодушные жители обратились к местным властям, и проблема оперативно решилась. На данной территории мы обращались, чтобы отремонтировали подпорные стены. Подпорные стены нам отремонтировали. Также было обращение в службу ЖКХ, чтобы сделали пешеходные связи дополнительные, которых раньше не было, но люди в них нуждались, потому что в мокрое время года там была грязь образовывалась. И службы ЖКХ пошли на уступки, сделали нам пешеходные связи. У некоторых есть страх перед обращением. Не услышат, не поймут. Но на деле многие проблемы решаются по одному заявлению или даже звонку. Например, жители Октябрьского района не только привели в порядок дом и двор, но и территорию рядом. Всем жителям района хотелось, чтобы немножко благоустроили вот эту вот территорию. Она была, скажем так, немножко, ну, неблагоустроена. Мы пришли к главе администрации Октябрьского района и попросили, чтобы здесь навели порядок. И тоже эта просьба не осталась без внимания. И вот для жителей района сделали шикарную зону отдыха, назвали ее «Муравейник». Зона вокруг арт-объекта украсила аллея скамеек. Жители дома, в свою очередь, высадили большое количество растений. Уход за ними также взяли на себя. Хотелось бы выразить благодарность администрации ЖКХ Октябрьского района за то, что они всегда вот так вот быстро реагируют, отзываются. Люди, особенно пенсионного возраста, в восторге просто от этого места. Благодаря администрации действительно у нас красота. Это любо дорого глянуть и любо дорого отдохнуть. Это очень приятно, потому что мы проживали столько лет, здесь был бардак. Любой из нас может обратиться в государственные органы власти. Заявления принимаются в письменном и электронном виде на электронную почту. Но самым оперативным вариантом будет личный прием или звонок на горячую линию учреждения. Законом, опять же, об обращении граждан и юридических лиц предусмотрено, что обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются в течение 15 дней. Обращения, требующие дополнительной проверки и каких-то анализа, изучения, запроса информации, рассматриваются в течение 30 дней. Но мне хотелось бы остановиться на том, что те обращения, которые не требуют каких-то дополнительных финансовых затрат, то, как правило, в ходе личного приема они решаются безотлагательно. Наиболее волнующая тема всех обращений – жилищно-коммунальное хозяйство. Более 30% запросов связаны именно с ней. На втором месте – улучшение жилищных условий и другие бытовые жалобы. Все заявления проходят обязательный порядок рассмотрения. К каждому гражданину должен прийти ответ, если запрос был корректно составлен. Наталья Яхимович, Александра Кривецкая, Яна Белковская. Наше утро. Мы продолжаем эфир и впереди полезные советы от психолога Павла Загмонтовича. Сегодня зададим вопрос от Ильи из Витебска. Наш телезритель рассказывает, что ему очень трудно дается самоорганизация. Как я его понимаю. Забывают порой выполнять даже важные задачи. Бывает так, например, что в конце рабочего дня у него целый список невыполненных дел. Илью и самого это злеет, поэтому он спрашивает, как быть собранней. Павел, доброе утро. Есть ли какие-то советы? Доброе утро. Если вдруг вы забываете всякие важные вещи, и это не какие-то эпизодические события, а прям постоянно, прежде всего вам нужно расслабиться. Значит, у вас вот такой объем рабочей памяти. Скорее всего, это какая-то природная история, особенно если вы можете отследить это издалека. Ну, генетически обусловленная. Прямо здесь с детства видите. Наверное, это было всегда. В этом случае вам крайне необходимо как-то найти людей, которые вам будут так или иначе напоминать о том, что вы забываете. Кто это будет? Начальство, может, личный ассистент, если вы начальство, еще кто-то. Не очень важно. Главное, чтобы был человек, у которого это в голове помещается. Он пришел к вам так или иначе и сказал об этом. Тогда все будет нормально. Если же в детстве такого не было, а это развилось с возрастом, скорее всего, что-то случилось, и надо сходить к неврологу. Пройти хорошее обследование, может быть, МРТ. Скорее всего, головного мозга, он тут, конечно, врач решит. И уже по результатам обследования принимать какие-то решения совместно с врачом. Но начать нужно с понимания, это всегда было или это появилось в последнее время. И когда вы поймете, дальше уже более-менее очевидно, что делать. Спасибо большое, Павел. Какое интересное замечание по поводу ассистента. У тебя есть ассистент? Нет, но ты себе можешь уже позволить. Да, конечно, я позволил. 12 лет назад женился. Вот за меня все и решают, напоминают. Спасибо огромное, Павел. А написать ему свой вопрос можете и вы. Присылайте ей письма на электронный адрес 23 сентября 1943 года бойцы 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии освободили 1-й районный центр Беларуси, городской поселок Камарин, Полеской, сейчас Гомеской области. Об этой значимой дате в истории нашей страны далее. Осень 43-го. Преодолевая сопротивление противника на Гомельском направлении, войска Центрального фронта левым флангом выходят к Днепру. Ранним утром 23 сентября под покровом тумана штурмовые батальоны начинают форсировать легендарную реку. На лодках, на подручных средствах, кто как мог и вплавь, и по-разному. Это было неожиданно, вот, и поэтому имело такой успех. Освобождение небольшого полесского райцентра Камарин стало продолжением наступательной операции советских войск на Курской дуге. На тот момент Красная Армия уже продвинулась на 300 километров на запад, а противник как раз отступал к оборонительным укреплениям вдоль реки. Первый день боев на белорусской земле, напишут позже в военных отчетах, напоминал апокалипсис. Все вокруг полыхало ярким пламенем. Оказалось, что земля содрогается под ногами, но советских воинов было уже не остановить. Несмотря на встречный огонь из пулеметов и пушек, они с ошеломительной скоростью продолжали попытки преодолеть водный рубеж. Воздух в тот момент был буквально пропитан дымом и гарью. Местным жителям пришлось в срочном порядке покидать свои дома. Анне Акимовне тогда было четыре, но она все отчетливо помнит. Самолеты летали, бомбили. Мама в лес водила, чтобы нас не побивало, так там у Лехи мой, для болота. Лежали на земле, для болота. И спали, ночевали, там есть готовили. В какой-то момент наши воины при поддержке авиации и артиллерии сделали невозможное. Они преодолели Днепр и поднялись на берег. Дальше была решающая схватка с врагом. И немецкий план по стабилизации фронта затрещал по швам. В кровопролитном бою первый район и центр Беларуси был освобожден. Советские войска сумели прорвать оборонительные рубежи, которые оккупанты считали неприступными. Немецкая армия понесла здесь колоссальные потери. Фронт тем временем переместился через Днепр и продвинулся далеко за Комарина. На маленький кусочек белорусской земли. Несмотря на то, что до полной победы было еще далеко, начала возвращаться мирная жизнь. Пришли с леса. Наши четыре хаты все спалены. Вот так. Жить негде. Труп на трупу лежал немцам. Пришла бумага, попал без 200 батя. С его четыре брата все погибли. Отступая, фашисты применяли тактику выжженной земли. Уничтоженный поселок пришлось отстраивать заново. Хоть и с большим трудом, но справились. Сегодняшний Комарин – это часть Брагинского района Гомельской области. 20 улиц, где и сейчас многое напоминает о той смертельной битве. В самом центре поселка расположено большое братское захоронение. В боях за Комарин погибли 957 человек. К сожалению, такую цену пришлось заплатить за освобождение одного населенного пункта и его окрестностей. Это очень ценный экспонат, потому что это письмо сына солдата, который освобождал Комарин. История о героизме и мужестве тех, кто отдал жизнь за мирное будущее, продолжает жить в сердцах тех, кому дорога память. Ее бережно хранят и в местной школе. Здесь даже есть своя аллея героев с именами защитников, уроженцев разных республик Советского Союза. Старший Николай Иванович первым форсировал Днепр на подручных средствах. Расширил плацдарм, на который перешла остальная дивизия. Это моя зона ответственности. Я слежу за его табличкой, ухаживаем за ними. Битва за Комарин – это лишь часть масштабной военной операции. Советские войска форсировали Днепр сразу на 20 плацдармах. Линия фронта растянулась вдоль берега на сотни километров. Битва на Днепре и пример небольшого райцентра, который первым сбросил с себя фашистское бремя, привели к будущим военным успехам. Именно отсюда начался долгий и неимоверно трудный путь изгнания оккупантов с непокоренной в итоге белорусской земли. Музыкальные премьеры – это как раз-таки то, что мы любим. Сегодня у нас как раз такой случай. В студии лидер группы SkyNet Иван Пономарев. Иван, доброе утро. Доброе утро. Иван, вы у нас в студии оказались да не просто так, а с музыкальной новинкой «Песни исчезаем». Слова и музыка ваши. И давайте мы поговорим немножечко о вашем вдохновении. Вот вообще, как происходит вот этот творческий процесс? Что вы делаете? Чем вы вдохновляетесь? Может быть, 7 дней медитации, и после этого приходят какие-то нужные мысли, или вы куда-то ездите? Рассказывайте сначала. Всегда по-разному это происходит, но на самом деле все это происходит спонтанно. То есть мы специально песни не пишем, я это каждый раз говорю. Поэтому это может быть что угодно. Впечатление от просмотанного фильма, прочитанной книги, или просто встречать каким-то интересным человеком. Это все собирается в какой-то комок эмоциональный, и потом рождается композиция. Можно просто написать несколько строк, а можно взять гитару, наигрывать какие-то гармонии, и, соответственно, рождается песня. Всегда по-разному. Так, сколько теперь в музыкальной копилке песен, и каков, ну вот на ваш взгляд, самый полюбившийся слушателю? В группе «Сканет» есть два полноформатных альбома, более 12 синглов. Это не считая тех работ, которые мы пока вообще не выпустили в свет, они лежат в полочке, потому что, ну, никто нам просто не понравился. Бывает такое, что мы записываем композицию месяц или два, и понимаем, что это не та работа, которая нас устраивает, и мы просто ее ложим до лучших времен в полочку. Таких там в полочке накопилось песен достаточно. Самое успешное, ну, сложно сказать, каждая песня хороша по-своему, потому что мы очень серьезно работаем над каждой композицией, но последние песни, которые уходят, они все достаточно популярны, потому что на любом концерте их исполняют люди вместе с нами, поэтому сложно выделить какую-то одну песню. Давайте поговорим вообще об истоках, потому что вот группа «Сканет» — это рок-группа из Бобруйска, правильно? Да, частично на данный момент. На данный момент, но изначально, да? Изначально, да, я собрал команды в городе Бобруйске, потом, конечно, с течением времени все менялось, менялись музыканты, и сейчас группа полностью находится в городе Минске, здесь мы репетируем на студии, работаем над музыкальным материалом, вот, а изначально, да, началась в нашем родном маленьком городе Бобруйске. А теперь поговорим о сейчас. Именно сейчас вы выступаете на самых больших, крупных и ярких проектах вообще Республики Беларусь, и что очень важно, непосредственно вы выиграли очень важную престижную номинацию, как, дайте я посмотрю, группа «Года» в песне «Года Беларуси». Вот, может быть, вы как-то объясните, в чем же все-таки секрет успеха? Да, сложно сказать, мне кажется, в упорном труде в первую очередь, в честном отношении к тому делу, которое ты делаешь. Но это самое главное, потому что если бы мы стремились именно получать какие-то именно премии, там, да, там еще что-то, то есть только благо-благо-благо, несмотря ни на что, то мы бы точно этого не достигли никогда, потому что музыка, особенно рок-музыка, она не терпит, мне кажется, фальши, и здесь только можно честным трудом прийти к результату. Скажите, я понимаю, что это некорректно, спрашиваете про творческие планы, да, у творческого человека, и все-таки, может быть, есть какие-то легкие наметки? Даже не легкие, планов очень много, в первую очередь, концертная деятельность, конечно же, выход новых песен, потому что мы регулярно работаем над новыми синглами, песни исчезаем уже, есть новый сингл «Сквозь огонь», будем снимать два клипа, один, например, «Кросик», будем снимать к Новому году, очень такой интересный, в стиле ретро, вот, песня скоро тоже выйдет, но публиковать мы, наверное, будем, опять-таки, ближе к событию новогоднему, ну, а так, планы, вы знаете, они меняются очень быстро, и может произойти что-нибудь такое, что все изменит, мы отложим все в сторону, и будем заниматься какой-нибудь новой, конкретной, интересной нам задачей. Ну, мы будем наблюдать, значит. Мы же будем, мы уже наблюдаем, собственно. Спасибо большое, Иван, за то, что вы пришли к нам, но это ведь еще не все, но для наших телезрителей я напомню, что у нас был лидер группы «Скайнет» Иван Пономарев. А сейчас вашему вниманию музыкальная новинка «Исчезаем». Тонкая нить Тонкая нить Словно струна Только не рвись Только держись Твои глаза Тает печаль Тонкая нить Тонкая нить Тонкая нить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 так и люди с нарушением слуха. Готовятся сурдогиды, то есть у нас есть картина, мы знаем ее историю. Мы приходим в музей, нам экскурсовод про нее может рассказать. Когда люди с нарушением слуха приходят, то не каждый, то нет переводчика, то нет экскурсовода, который способен им объяснить. И сама идея, то, чтобы люди могли спокойно в любое время, в любой момент прийти, подойти к этому QR-коду, провести его и получить полную информацию о картине. У людей с нарушением слуха есть свой алфавит и даже сленг. Изучение начинается с алфавита дактиля, где каждая буква обозначается определенным жестом. После этого изучается целая система отдельных жестов. В этом году мы организуем День Бухихих. Человеку-непосвященному может показаться, что во всем мире неслышащие люди общаются с помощью одинаковых жестов. Но это не так. Различия есть. И зависят они от страны проживания, ее истории, национальной культуры. Вот я даже приведу пример русский жест и белорусский жест. Например, там жест мама, папа, он одинаковый. Дедушка у нас показывает в Беларуси так, в России как-то больше так. То есть и тут, и тут акцент идет на бороду, да, но здесь у нас она как-то больше компактная такая, да, в России. Вот. Потом то же самое на примере с Россией. Нас, например, показывают кот, да, усы. Можно так, можно так показать. В России показывают кот. То есть тоже те же усы, но в Беларуси так показывают уже лису. В педагогическом вузе также можно пройти курсы по изучению жестового языка. Любой желающий может записаться и посещать занятия. На начальном уровне мы знакомимся с пальцевой азбукой, то есть как показать каждую буквочку. Изучаем самые такие, ну, топовые темы, типа вопросы, календарь, семья, знакомства и так далее. На таком среднем уровне, на базовом, мы уже немножко шире узнаем лексику. Там уже школа, здоровье, болезни, гости. Ну и на углубленном уже совершенствуемся немножко именно в построении фраз, предложений. У нас есть и врачи, и массажисты, и байкеры, и онкохирурги. И они уже на местах могут контактировать, могут с людьми с нарушением слуха уже взаимодействовать. Сейчас для неслышащих и слабослышащих людей переводят книги, подкасты и даже настольные игры на жестовый язык. А еще показывают мультфильмы, сериалы и фильмы. Даже песни переводят. И все для того, чтобы сделать жизнь людей с нарушением слуха лучше. Александр Кривецкий, Карина Ембулаева, Павел Козич. Наше утро. Республиканский конкурс «Семья года» проходит в Беларуси в шестой раз. Подробности обсудим прямо сейчас. Этим утром у нас в гостях консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Елена Колмик. Итак, Елена Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Поговорим на самом деле о прекрасном, поговорим о семьях и об очень важном республиканском конкурсе «Семья года». Как уже сказала коллега, шестой раз проводится. Расскажите, пожалуйста, немного об истории этого конкурса и какова его основная цель. Ну, знаете, действительно, наш конкурс уже проходит шестой раз. И первый состоялся в 2012 году. И на данный момент это настоящее уже семейное соревнование. Такое превратилось в прям движение семейное. Потому что, например, в этом году участие в отборочных турах приняло более 440 семей. То есть, достаточно большой объем. Из них выбрали семь самых лучших семей. То есть, из каждого региона к нам приедет победитель. И 11 октября в дворце профсоюзов они будут выступать. И вот, если интересно, немного информации могу о семьях рассказать, которые в этот раз у нас приняли участие в отборочных турах. О них можно более подробно, конечно, узнать на сайте Минтруда, кто участвовал. Но вот из тех, кто отобрались, у нас получается две семьи, воспитывающие пятерых детей. Это Витебская область и Минская область. И что интересно, вот в Витебской области 5 девочек, 1 мальчик. В Минской области обратная ситуация. Тоже 5 детей, но 4 мальчика, 1 девочка. Это планы, они потом поженятся, встретятся. Все нормально. И еще из интересного, на что хотелось бы обратить внимание, у самой младшей участницы нашего финала в конце сентября исполняется 1 годик. Это девочка из Витебского региона. Ей 1 год, она уже победила в региональном соревновании и выходит в финал конкурса. То есть хорошее начало. Отборочный этап конкурса уже завершен. Расскажите, какими были условия отбора? У нас на каждом этапе конкурса создается оргкомитет, который определяет критерии и показатели оценки конкурса. Бальность системы, обычно 5-бальная. Формируется состав жюри. Ну, как всегда, конечно, оценивается креативность, подача материала, артистичность, вовлеченность всех членов семьи, выступления. Даже вот таких маленьких детей тоже оценивается выступление. И потом регион выбирает самую лучшую семью, чтобы она достойно представила его на финале конкурса. Слушайте, а вот в этом году впервые было запущено интернет-голосование. И вот на самом деле очень интересно. Я, белорус, хочу взять и проголосовать за семью, которая мне по каким-то критериям больше всего понравилась. Скажите, а где я могу это сделать вообще? На каком ресурсе? Да, проголосовать можно у нас на телеграм-канале. Ссылочку на наш телеграм-канал можно увидеть на нашем сайте Министера труда и социальной защиты, где у нас расположен баннер на главной странице, на который, нажав, вы видите там, и как проголосовать, и кто участвовал, и кто члены жюри, и кто спонсоры конкурса, и какие условия. То есть все, что может вас заинтересовать, у нас там размещено. И я напоминаю, что не надо откладывать это мероприятие, потому что голосование только до 9 октября. Потому что 11-го на большой сцене во время финала будем подводить итоги и вручать призы победителям. Как будет определяться семья-победитель? Чего ждем от финала? Семья-победитель будет определяться по итогам выполнения конкурсного задания «Моя семья, моя страна», которая включает два компонента. Первый – это родовод, когда семья будет рассказывать об истории своего рода, традициях, достижениях своей семьи. А второй – это будет представлять социальный проект. И при этом будет оцениваться, насколько он оригинален, насколько он действительно реален к воплощению этот проект, на какие категории направлены, и как вся семья увлечена в его реализацию. И вот исходя из этих двух компонентов, плюс, конечно, артистизм, харизма, умение подать это все, вот и будет определяться наш победитель. Мне кажется, там вот эта девочка, которая из детской области, участница годик, мне кажется, там все умиление и максимально все баллы оценки. Давайте поговорим с вами о будущих проектах. Расскажите, может быть, есть какие-то республиканские конкурсы, которые как раз-таки находятся в стадии разработки у Министерства труда и социальной защиты? У нас ежегодно к самым большим и значимым датам в сфере семьи, это таких как День семьи, День матери, День отца, приурочены целые праздничные недели, когда всю неделю, то есть 7-10 дней, по всей стране, во всех регионах организованы праздничные мероприятия, акции, различные конкурсы. То есть если республиканский конкурс у нас проходит в среднем раз в два года, то тут ежегодно, несколько раз в год, собираются фестивали региональные, и каждый регион, даже на уровне районного центра, может поучаствовать в этом. Поэтому понятно, что семейная повестка, она всегда на слуху, и особенно к таким вот значимым датам, как День матери, День отца и День семьи. Ну День отца вообще считаю, это самая важная дата, ничего личного. Там же еще отпуск теперь. Да? Вот как, а ты не знал. Все, пойду за третьим. Надо родить, да, понимаете, там очень важно родить нового ребенка. Я понял, и что, чтобы опять же поучаствовать в конкурсе. Спасибо вам большое, Елена Михайловна. Ну а для наших телезрителей я напомню, что этим утром у нас в гостях была консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Елена Колмик. Программа «Первый контакт» разработана Республиканской ассоциацией инвалидов-колясочников. И это первый этап на пути активной реабилитации для людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Уроки новой жизни проводят инструкторы объединения. Это инвалиды-колясочники со специальной подготовкой, которые прошли схожий путь. Они показывают, как пользоваться ложкой или застегнуть в куртке замок. Занятия проходят на базе медучреждений. Что важно еще в программе «Первый контакт», что мы работаем с родственниками, потому что они тоже находятся в очень тяжелой психологической ситуации. Метание между работой, домом и больницей – это очень сложно. И отношение к своему родному любимому, который попал в беду. Данная программа – это в первую очередь новое знакомство, да и, скажем так, новые мироощущения, новые мировоззрения. И ты по-другому начинаешь воспринимать все это. Понимаешь, что травма – это не крест на твоей жизни. Ты продолжаешь жить дальше. Надо стараться работать над собой, не падать духом. Работа проводится по принципу «равный равному». На добровольной основе, в результате чего, пациенты больниц получают ценную информацию и поддержку. Инструктор на коляске не только передает свой опыт людям, но и помогает преодолеть психологический барьер, поверить в себя. Наше утро в эфире. Сегодня говорим о поддержке на деле. С выходом на пенсию адаптироваться к новому стилю жизни бывает достаточно трудно. Дети выросли, на работу ходить не нужно и остается куча свободного времени. И вот как раз-таки здесь на помощь придут кружки и очень важно – спорт. Сейчас в каждом районе столицы есть территориальные центры социального обслуживания населения. Они организовывают клубы для пенсионеров. Например, в заводском районе проводятся занятия по вязанию, йоге, танцам, скандинавской ходьбе. В Ленинском пенсионеров учат рисовать и петь. И в других городах страны эти центры также работают. Главное – здесь не лениться и найти себе дело по душе. Правильно. И начать его я предлагаю с зарядки. Доброе утро. Чтобы оставаться активными долгие годы, важно уделять внимание здоровью позвоночника и тазобедренных суставов. Задача не из простых, но упражнения доступны каждому. Становимся на четвереньки с упором на прямые руки. Отводим голень одной ноги в сторону. Затем ставим ногу на стопу, раскрывая в тазобедренном суставе. Колено также раскрываем в сторону. И таз уводим назад. Садим его на пятку. Вытягиваем ручки вперед. И хорошенько растягиваем спину. Точно так же поэтапно возвращаемся назад. И то же самое в другую сторону. Для второго упражнения стоим на коленях. Вытягиваем одну ногу в сторону. Руки на поясе. Спина прямая. Отводим бедро в сторону. И как бы рисуя бедрами полукруг, уводим таз назад. Хорошенько приседаем. Наклоняем корпус вперед. И по этой же траектории возвращаемся. Продолжаем работать. Контролируя комфортную для себя, но при этом эффективную нагрузку. Не меняя положение тела, поработаем с наклонами. Сначала на вдохе тянемся к прямой ноге. Рука идет в сторону наклона. А затем хороший наклон в сторону. Тянем боковые мышцы. И делаем хороший выдох. Работаем по одной траектории, не заваливая корпус. Помните, что гораздо проще сохранить, чем что-то потом восстановить. Берегите себя, и пускай спорт станет вашей хорошей привычкой. Мода народы. Тема нового выпуска ток-шоу «Еще не вечер». Жительница Березино умерла в реанимации после домашних родов. Ну а домашние роды в Витебске завершились гибелью младенца. Они рожают с мужьями, инструкторами по йоге, а то и вовсе в одиночку. Почему женщины решаются на домашние роды? Понимают ли они все риски и степень ответственности? Ответы на волнующие вопросы узнаем уже сегодня в 19.00 на телеканале ОНТ. У Светланы двое детей. Старший появился на свет в больнице, младший в домашних условиях. Светлана решила рожать в ванной. Понимают ли женщины все риски и степень ответственности домашних родов? В приемный покой родильного дома поступает супружеская пара и говорит то, что воды отошли у них трое суток назад дома. Мы проводим осмотр, и я пытаюсь слушать сердечко ребенка. И выясняется, что сердцебиения больше нет. За это время у женщины не развелось спонтанной родовой деятельности. Возник хорионом неонит, и это послужило причиной смерти плода. Дальше пришлось стимулировать роды мертвым плодом. Мне очень сложно отвечать на вопросы после этих видео, потому что я понимаю, что есть такие разные ситуации. Но надо же тоже как-то думать, если женщина берет ответственность за ребенка, за роды, то двое суток одна, даже шесть часов. Это же перебор. Если отошли воды, есть в больницу. Раньше в поле рожали, скажет кто-то в качестве аргумента за домашние роды. Но зачем, если Беларусь входит в топ-50 стран мира по ведению беременности и организации родов? Кушерка предродовая, кушерка родзала, врачи-неонатологи, врачи-анестезиологи-реаниматологи. Рядом тут же есть детская реанимация, которая, вот представляете, какая-то огромная команда. В любых родах что-то может пойти не так. В любых. И если у нас, например, какая-то ситуация экстренная возникает, поверьте, вот персонал, который я перечислила, да, от того, что мы постоянно с этим работаем, раз, два, три, мы все четко знают, как действовать в такой ситуации, да, моментально разворачивается в течение нескольких минут операционная. Бывают, роды идут, беременность идет хорошо, все нормально, все хорошо. Женщина поступает, и у нее отходят воды, воды могут быть зеленые. Определенный алгоритм, сразу мы действуем в таких ситуациях, то есть оказываем помощь как женщине, так и ее ребенку. По словам нашей следующей героини, Ирины, она получила роды своей мечты. В этом ей помогла Доула. Это такая помощница, которая оказывает физическую и психологическую поддержку будущей маме. Чего ждут от них женщины и находят ли? Знала, чем меня расслабить. Массажик, да, тот же самый, ароматерапия, музыка успокаивающая. Я, честно скажу, даже ехала в роддом, в роддоме, в приемном покое, они не поняли, что я рожаю. Это, ну, на самом деле, роды моей мечты, которые... Сейчас расплачусь, ну, потому что это действительно так. Поэтому, если рожать, то можно партнера брать не только мужа, либо маму, но и Доула. Если бы на вот этих двух местах сейчас сидели женщины, которые вот так обожглись с Доулой, которая, например, там, не тогда вызвала скорую и как-то закончилась неблагоприятная схода. Елена, вы знаете, не знали. Вот, видите, ни одна из них не пришла, потому что очень легко в смерти своего ребенка обвинить врача, но обвинить себя и признать это, что по твоей вине не каждая готова признать и тем более рассказать об этом на всю страну. Доула – это чужой человек, который за это получает деньги. А можно поинтересоваться, за что, простите, за... Ну, если у нее нет никого рядом. Разные Доула, у них разные какие-то, ну, есть суммы. Я, например, когда искала, я смотрела диапазон цен, там, от 300 рублей до 600, по-моему, было. Это за день или за час? Нет, это не за день. Вы с Доула встречаетесь? Это полностью сопровождение. Абсурдная история произошла в России. Акушерки за помощь при домашних родах родители умершего младенца заплатили 80 тысяч российских рублей. У меня трое детей, два мальчика, одна девочка. Первые двое родов у меня были в больнице, а последние у меня были домашние роды. Я нашла Доулу с акушерским образованием, и мы как бы договорились, что я максимально дома побуду период до максимального раскрытия, какой только можно. И получается так, что у меня все детки родились ровно в 42 недели, ну, вот мальчики, получается. А Ярослава у меня в 40 недель запустился процесс родов. Я считаю, что это просто недооценка факторов риска. Когда действительно может быть отслойка плаценты, и когда на скорой везут, и хорошо, если ее быстро привезли, и там небольшой участок отслойки, отслойка может быть тотальная. Погибает в течение нескольких минут и ребенок, и женщина может погибнуть. Это незаконно, но принимать домашние роды берутся акушерки, как мы уже говорили, выше, без гарантии результата. И некоторые не стесняются себя рекламировать. И если вдруг будут какие-то неблагоприятные последствия, то вот лицам, которые позиционируют себя как Долы, нужно, по крайней мере, быть готовым к тому, что с них тоже спросят. Долгое время бизнесом было что угодно, даже похороны, но не роды. Но, видимо, святое место пусто не бывает. Дорогие женщины, я хочу, чтобы в моей родной Беларуси рождались детки. Я хочу, чтобы были крепкие семьи. Пользуйтесь доступностью нашей медицины, пользуйтесь тем, что мы социально ориентированы. То, что вы можете находиться в стационаре и столько, сколько вам нужно. Невероятные истории, уникальные судьбы, захватывающие моменты из нашей с вами жизни. Все это в ток-шоу «Еще не вечер». Уже сегодня в 19.00 на телеканале ОНТ. Не пропустите. У нас с Александрой, кстати, есть для вас лайфхак. Если вы вдруг не знаете, чем себя занять вечером, у нас есть отличное для вас предложение. Фильм АЗС номер один уже в прокате. Шпионские игры, авантюры и очень много юмора. Все это в новом проекте ОНТ не просто основано на реальных событиях. Снято на самой настоящей заправочной станции. Отечественную комедию покажут более чем в 60 кинотеатрах в городах и райцентрах. Эксперты, которые уже успели оценить новинку, говорят, что она претендует на звание самой яркой премьеры сезона. Ну что, теперь веришь? Мало ли, кто из бочки вылез. Я, кажется, камеру сломала. Можно как-то поаккуратнее. Я с этими волосами ничего не вижу. Ладно, снизай. Сюда. 23 сентября мир отмечает день пожарного извещателя. А на днях это устройство спасло человеческую жизнь. В Смолевичах пенсионерка спала, когда в доме начался пожар. Женщина услышала сигнал и проснулась. Пожарный извещатель постоянно совершенствуется в нашей стране. Этим занимается научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС. Большинство пожаров происходит ночью, когда человек спит. Во сне люди не ощущают запахов и в случае появления дыма может разбудить только громкий звук. Именно такой сигнал подает автономный пожарный извещатель. Он способен разбудить не только спящего человека, но и оповестить соседей о пожаре на самой начальной стадии возгорания. Одним из направлений деятельности научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь является проведение испытаний технических средств ликвидации и обнаружения чрезвычайных ситуаций, в число в которых и входит автономный пожарный извещатель. В испытательной лаборатории института подтверждается качество изделий перед их реализацией поставщиками. Комплексный контроль всех параметров приборов на каждом этапе позволит гарантировать их исправность и работоспособность. А применяемое испытательное оборудование – минимизировать влияние человеческого фактора и получить наиболее точный результат. Купить извещатель можно в любом хозяйственном магазине, главное – правильно выбрать место для его установки. Лучшее решение – разместить прибор во всех жилых комнатах, прикрепив его к стене или к потолку, и периодически убирать скопившуюся пыль. Помните, что беду всегда проще предупредить, а в случае пожара звоните 112. Рябина – настолько общедоступная ягода, что мало кому приходит в голову заготавливать ее и есть. У нее весьма специфический вкус, но она довольно полезная. Подробнее о полезных свойствах рябины расскажем прямо сейчас. Красная рябина – кладезь полезных свойств. Улучшает свертываемость крови, укрепляет стенки сосудов, снижает артериальное давление. Кроме того, эта ягода помогает сохранять остроту зрения и снижает уровень плохого холестерина. Черная рябина ничуть не уступает красной. Ее главная ценность – йод для профилактики проблем со щитовидной железой. Антоцианы, которыми тоже богата эта ягода, поддерживают организм при лечении рака пищевода и толстой кишки, лейкемии и глиобластомы. Рябина – незаменимый друг для женщин, поэтому при отсутствии противопоказаний берите на заметку. Красная облегчает состояние при менопаузе, а плоды черной помогут беременным при токсикозе. И для мужчин рябина тоже полезна. Красная устраняет застой в малом тазу, повышает либидо, а вот черная поддерживает нормальный уровень тестостерона. Врачи рекомендуют употреблять мужчинам такую рябину при лечении и для профилактики простатита. Важно помнить и о противопоказаниях. Красную рябину не стоит употреблять при гастритах, мочекаменной болезни, язвенной болезни желудка и ишемической болезни сердца. А сок черной рябины может спровоцировать приступ головокружения у гипотоников. 23 сентября на календаре напомним, что сегодня обсуждаем поддержку на деле. Друзья, стареть не хочет никто, хоть это и неизбежно. Но повысить шансы на более долгую жизнь в здравом уме можно, употребляя правильные продукты. Например, белые грибы, они содержат витамин Д, которого не хватает нам, белорусам. Еще один суперфуд – черника. Она связывает свободные радикалы, не позволяя им вредить коже и богата, кстати, витамином С. Замедляет образование морщин, что очень важно. Так, я надеюсь, что сегодня Герман Титов тоже приготовит что-то не только вкусное, но и полезное. Як говорить у нас у Беларуси? Овсянка, сэр! Я предлагаю сегодня приготовить это, казалось бы, простое блюдо, но с беконом и с сыром. Для этого нам понадобится сыр чеддер, бекон, овсянка, яйцо, авокадо для подачи, хлеб и вода. Итак, берем наш бекон, у меня он копченый, и нарезаем его мелко, как можно. Разогреваем нашу сковородочку на небольшом огне и выкладываем наш бекончик. Пока жарится бекончик, давайте с вами натрем сыр. Бекон чуть-чуть подрумянился у нас, оставляем его. Берем нашу овсянку и теперь, внимание, впервые это делаю, обжариваем ее на сковородке. Все верно, вы не ослышались. Буквально секунд 10, очень быстро. Именно после бекона мы берем, обжариваем не в чистую сковородку, а прямо на этом жирке. Теперь сюда заливаем воду. Смотрите, очень быстро готовится каша, поэтому смотрим за водичкой. Смотрим за водичкой, как только испарилась, все, каша готова. Не надо долго варить ее. Все, каша у меня готова. Половинку бекона того, который мы пожарили, мы выкладываем сюда. Половинку сыра, который мы с вами натерли. Уже практически все готово. Пока накроем крышкой. Буквально минута, еще минута. Ну что, холостяки, теперь пробуем с вами делать яйцо пашот. Немного уксуса наливаем в кипящую воду. Я упростил максимально этот процесс, сохраняя желток. Вот так просто тихонечко разбиваем и выбрасываем туда. И ждем минутку, пока все схватится. И добавляем к яйцу нашу кашу. И сверху посыпаем оставшимся беконом и сыром. И для вкуса немножко авокадо. Продлите лето. Если честно, я очень проголодался. Я очень люблю такую кашу. Жареный бекон в холостяцком завтраке. Это то, что нужно. И яйцо правильно приготовил. Смотрите. Я думал, желток переварится. Нет, все супер. Настоящий мужской завтрак. Если для вас приготовить вот такое блюдо проще простого, значит, я приглашаю тебя в пятый сезон шоу «Народный повар». Заполняй заявку, отправляй на адрес поварсобакаонт.by и, возможно, именно с тобой мы увидимся на моей кухне. Вот такой вот простой, настоящий, мужской и сытный завтрак мы с вами сегодня приготовили. Срочно повторяйте, если не успели этого сделать. Я всем желаю прекрасного дня и отличного настроения. Поддержка государства для каждого из нас действительно ощущается во всех сферах. Например, активно внедряются программы социальной защиты, направленные на помощь уязвимым категориям граждан, многодетным, пенсионерам, малоимущим. Ну а для стимулирования экономического роста в стране оказывают помощь малому и среднему бизнесу, что, кстати, не может не радовать предприимчивых белорусов. Я думаю, что это только 1% от того, что действительно предпринимается. Реальная поддержка она рядом, главное не стесняться просить. Мы желаем всем хорошего дня, берегите своих близких и, естественно, смотрите «Наше утро» на телеканале ОНТ. А если вдруг вы что-то пропустили в эфире, не беда. Заходите на YouTube-канал «Наше утро» и наш Instagram, там все самое интересное. Хорошего вам дня. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин